У нас с Андреем есть одно предложение. Самое главное, это другое. Дай их и с ним. Чего же желает общественность? Ну что, да ладно, чего выпендриваться? Для меня это уже не секрет. Рак и вектор развития. Пластичный, нож вязкий, нож режет и нож хорошо правится. Ну да, я скажу. В простонародье просто пятка. Не набирает весь эфир. Я тебя сейчас выгоню нахер отсюда. Это не ваш стол, это выставки Клинок стол. Друзья, всем привет. Мы находимся на выставке Клинок 2021. На сцену мужской берлоги. И сегодня здесь лучшие люди российского ножепрома. Володя Герасимов, Андрей Орлов. Ребята. Добрый вечер, дорогие товарищи. Всем привет. Для чего мы снимаемся в мужской берлоге? Для чего мы показываем вот эти все, снимаемся в многих видео? Конечно, и себя показать, это обязательно. Но самое главное... Самое главное, это другое. Самое главное, это вас услышать. То есть, честно, мы внимательно просматриваем все комментарии. Те, кто у нас покупают ножи, нам шлют свои замечания. И ко всем замечаниям, кто со мной общается лично, знаем, что мы относимся очень и очень хорошо. Володя и Юрий Герасимов настолько заботятся о вас и заказах, которые вы делаете в их фирме, что они готовы лично сами приехать в аэропорт Махачкалы. И чтобы вы не ждали месяцами, как говорится, на своем горбу через границу тащат компоненты для сборки. А еще стоит отметить то, что если вы не следили за развитием вообще всех этих взаимоотношений, давайте напомним, что ножи, которыми занимается Володя, они рождаются не без участия замечательной компании ВП «Кизляр», и как минимум ребята делают рукоять для этих ножей. Вот у нас есть модель «Урман». Я, ребята, думаю, что очень много людей знает, что это за модель. Достаточно удачная, достаточно интересная. И модель, которая накопила огромное число отзывов в интернете. Но время идет, и модель должна не принципиально, но потихоньку меняться, с учетом всех ваших пожеланий. И ваших тоже. И чего же желает общественность? Чего же желает общественность? Так, первое пожелание, которое касается, что ручка считается немножко тонковатой, худовато. Держишь? Ну, я сразу об этом говорил, когда только-только мы это просто презентовали. Но сразу хочу успокоить тех, кто сегодня покупает «Урман». На самом деле, чтобы почувствовать эту рукоять, надо ей постоянно попользоваться. Замечания есть? Есть. Поэтому мы, используя это страшное слово «коллаборация», «Да». Ну, давай, сделай, сделай, как будто бы ты первый раз эту ручку держишь. Да. Да, как будто ты... Ну что, да ладно, чего выпендриваться. Для меня это уже не секрет. Есть нож «Отус». Вот, ребята по «Кизляр» и вы смотрели ролик про этот нож. И мы его даже сравнивали с «Вектором». И вот сейчас ссылка там где-то появится, можете посмотреть еще раз. Отличный нож. Ну, я тогда говорил, что для меня лично клинок немножечко длинноват, да, и по соотношению немножечко другое. И, собственно, как логичное развитие ножа «Урман» – это утолщение рукояти. И я вам скажу, что в руке это уже ощущается абсолютно по-другому. Вот эти два ножа, хотя визуально отличие не такое большое, но если даже закрыть глаза и взять в руку, то... Очень, очень. Вот это прямо да. Принимается? Сталь, которую мы используем на «Урмане», это сталь для активного пользователя. То есть та сталь, или тот нож, с которым вы в лесу творите что хотите. Мы даже как-то на скале Виталию повесили и видели, долго не мог сорваться с нее. Давай подытожим. Твердость клинка на «Урмане». 57 единиц. То есть нож пластичный, нож вязкий, нож режет, и нож хорошо правится. То есть, в принципе, все те свойства, которые нужны туристическому дому. Чем ты удивишь людей, которые хотят больше твердости? Мы думали о том, что сделать «Дамаск» немножко другого состава, а потом пришли к такому мнению. Ну, мы решили сделать ламинат. На сегодняшний момент одной из самых интересных стали является «Пиджикей». То есть сталь, легированная молибденом и ванадем, но при этом хрома у нее мало. То есть сталь пластичная, сталь режет хорошо, но ржавеет. Отсюда какой вывод? Нужно сделать и нержавеющий. А мы взяли и сделали ламинат, где центральный слой – это «Пиджикей», а на обкладках тот же нержавеющий «Дамаск» наш. То есть этим вопросом мы решаем коррозионную стойкость. То есть если что-то и будет ржаветь, это только режущая кромка. Здесь все это не ржавеет. И плюс мы еще повышаем пластичность, потому что здесь мы используем тот же самый «Дамаск», который используем на ноже «Фурман». Поэтому нож получается с такими же прочностными и ударными характеристиками, плюс режет совершенно по-другому. Я правильно понимаю, что это логичное развитие проекта «Ульберт», который был пару лет назад? В целом. Кстати, Саш, дай ножичек. Да. Это, я считаю, это правильное развитие того проекта, по которому не пошел Кирилл Бобровский. Все прекрасно помнят этот проект замечательный. То есть на самом деле, я же это неоднократно говорил, что любой материал имеет какую-то историческую основу. Тамахагане имеют историческую основу в виде бакетзааси, там катаны, еще что-то. А вот «Дамаск» на самом деле, это имеет основу те мечи «Ульберт». Правильно? И там была тигельная сталь на режущей кромке, и «Дамаск» был на обкладках. Мы делаем то же самое, но плюс еще решаем вопрос, это повышение коррозионных свойств. Но у нас же было еще и третье замечание, которое относилось далеко не только к тебе, но и к ребятам из производственного предприятия «Кизляр». Это скучность темных рукоятей, скучность вот этих вот черных ножей. Сейчас весна, хочется весеннего настроения, что-то более интересное. Но есть огромная проблема. Сейчас Андрей покажет наше решение, и завтра же начнутся звонки. А где рыжий рукоят? Я хочу, да. Не, вот на самом деле, я вам сразу хочу сказать, что процесс подбора эластрона в цвете, в конкретном цвете, он занимает определенное время. То есть, если вы знаете, у нас есть ножи в цвете хаки, в пустынном цвете, для того, чтобы подобрать, но у нас где-то около двух месяцев ушло. А в таком цвете еще больше идет? Не знаю. Может быть, с первого раза, а может, нет. Поэтому вопрос о том, что когда дайте, хочу, куплю завтра и много, но он не очень актуальный на данный момент, потому что не от нас зависит. Не от нас зависит. Я не хочу кормить обещаниями, что мы завтра сделаем или на следующую выставку сделаем, но это очень хорошая тенденция. Это вот образец цвета у меня уже есть, и, соответственно, я его отправляю в лабораторию. Нам намешивают эластрон под соответствующего цвета и, возможно, АБС тоже. Турист есть турист. Случайно положили нож на землю, когда он с черной рукоятью, он, конечно, менее заметен. Если этот нож будет лежать с такой рукоятью, то понятно, что вы его легко найдете. Кстати, еще такой вопрос. Давай обратимся к зрителям, подписчикам «Ноской перелоги». Может быть, у них какие-то есть предложения по тем же цветам, да? Вот оранжевый, хорошо, апельсинка, все любят апельсины. Вот я как раз хотел задать тебе вопрос. Понятно, что сейчас у вас это некий совместный проект, и вы делаете это под новые урманы, но в целом мы рассчитываем на то, что нашел по кизляр в скором будущем будет появляться с разными цветами рукояти. Ну, надо определиться с цветами, но тенденция очень неплохая. Форму рукояти учли? Учли. Материал на клинке учли? Учли. Цвет рукояти учли? Учли. Ну и все, если что, остаются только маленькие, может быть, замечания. Помните, там, о двойном подвесе или еще что-то. Смысл заключается в том, что когда вы идете упакованный в поход, чтобы надеть ножны на ремень, в большинстве случаев надо полностью вытащить ремень из брюк. Правильно? И пришли, пожелали, чтобы был какой-то механизм, чтобы не расстегивать ремень, а одеть нож. Но здесь это просто... Вот оно, смотри, какое. А у нас еще... Это ножны, которые будут, они будут образовываться таким. Правильно? Но, в принципе, сейчас практически все нужно вот таким. А мы же вместе с Виталием... Владимир Юрьевич коллегорически против использования всяких пластиков. Как против пластиков. Нет. То есть ты предлагаешь на коже нашивать вот эту... Да нет, это механизм. Это концепт. Но механизм заключается в том, что вы можете всегда одеть на ремень и всегда ножны можете одеть на ремень. Правильно? Отдевай на ремень. Все. Вместе с Кизляром двигаемся дальше. Я думаю, было очень познавательно для... Кратко. Спасибо, ребята. Краткий вектор развития. Ну и давайте так. Раз уж мы с вами все вместе собрались на нашем замечательном стенде, то давайте немножечко сделаем анонс по новинкам от ваших компаний, что ждать от вас в ближайшее время от ПП Кизляр и от Герасим Кастом Этл. Ну, ждать дальнейшее вот... Изменения цветовой гаммы, вот. А что касается, ну, нож Урман, смотрите, еще есть такая особенность. Вот Урман Ха. Аш. Урман Аш. Урман Ха. Как это, как... Слышишь, Урман, как... Это по-башкирски, по-татарски, лесная кухня. Короче, ребят, смотрите, форма интересная. Я однозначно сделаю тестирование этого ножа, и он мне очень понравился. Я думаю, что мы сделаем как-то... Будет по-заморски, да, реверсивная коллаборация. Ну, то есть, обратное сотрудничество и все такое. То есть, уже предложение от Володи поступает к нам, и мы уже рассматриваем. А почему не делать это в своих сталях? Ну, будет здорово, я думаю. А, то есть, мы, вполне возможно, что ждем Урман Аш уже в исполнении именно ПП Кизляр. Ну, он будет Урман Ха называется. Урман Ха. В вашем случае, я не сомневаюсь. Ну, Андрей, тогда, если мы говорим о коллаборации, если мы говорим о реверсивной коллаборации, то ты сразу вот должен зрителям пообещать, что сведение будет на нем такое, какое есть на этом. Нет, я обещаний таких давать не буду. Вот, видишь, какое, а? Когда на нем будет сведение традиционное, будет резать хуже. Ну, слушай, я же должен потестировать, понять это все правильно. По поводу сведения абсолютно согласен. Я знаю, что это косяк принял в нашу сторону. Нет, это неправильно. Это ваша изюминка. Нет, нет, это как бы особенно... Технологичная. Есть просто ограничения технологические. Вот мы как раз взяли новое оборудование, чтобы решить этот вопрос. Ну, соответственно, и занимаемся развитием дальнейшей технологии шлифовки, чтобы получилось у нас сведение. Я, опять же, не буду говорить, там, обещать что-то, да. Мы тоже будем делать анонсы и информировать подписчиков, зрителей Ножевого сообщества о том, как у нас там дела обстоят с технологиями. Но дело в том, что то, что я вижу сейчас, я понимаю, что вот это вот сведено вручную, да, это средоемко, поэтому это стоит денег. У нас почему ножи доступные, получается? Потому что у нас очень много операций, таких сложных, черновых, грязных. Они автомат, либо полуавтомат, там, то есть, на ЧПУ. Ну, давай так, здесь надо понимать, что, грубо говоря, либо там 200 ножей делается в месяц, либо делается там 20 тысяч ножей в месяц. Мы делаем, грубо говоря, там 10-50 тяпок. И, соответственно, у них покупатели 10-50. И это те покупатели, которые покупают, они предполагают, что сведение тонкое, и этим ножом пользоваться надо аккуратно. У тебя покупатели тысячи. И среди этих тысячи 900 человек, которые покупают нож просто не видели и начинают ими рубить или еще что-то. Будем надеяться, что именно этот топорик в таком исполнении будет с другим сведением. В общем, давайте подытожим. Спасибо, ребят, за развитие того, что вы делаете. Я очень рад за Володю то, что это все не остановилось на обычном Мурмане. Подожди, ты же меня спросил. Выпустили удачную модель? Мы ее доводим, доводим до конца. Появилась следующая модель? Мы ее доводим, доводим, доводим до логического завершения до конца. У тебя такая же идеология, как и его руководители завода АвтоВАЗа, да? Да. Вы выпустили 50 лет назад буханку там у вас, да? И до сих пор есть люди, которые пользуются ВАЗ-2101. Ну, а пока они продолжают общаться, я предлагаю завершить на этом ролик, иначе мы не закончим никогда. До свидания. Спасибо. А мы продолжаем. Идите. Спасибо. Всё. Субтитры сделал DimaTorzok